И все травы растут возле этой бесшумной реки, и растут они на каждой стороне. Растения – это уже растительный мир, то есть, произрастающие из земли. То есть, потихоньку появляются ростки растений. Уже растительный уровень, то есть, уже потребность к чему-то. То есть, желание увеличивается. Вырастет желание, уже начинает развиваться. Хотя эта река, она совершенно вроде бы ничего не дает, но развиваются вокруг нее желания человека, бина постепенно. Духовные желания. Да, конечно. Только об этом и говорится. Бина – это называется будущий мир. Развивает вот так вот из-под вольни, неявным образом в нас ростки наших будущих духовных желаний. И вот они растут вокруг нее, поднимаются вверх. Еще чуть-чуть. Тогда поднимается это чудовище к травам, вырастая среди них, а затем возвращается ко всем этим рекам. И уже существует в них, как действительно, свойство мудрости в свойстве милосердия. Таким образом, постепенно у нас развиваются все эти свойства. Свойства воды. Вода – это, в принципе, не живая субстанция. Да. А на самом деле она дает жизнь. Угу. Из нее развивается, благодаря ей, из земли развивается растение. Потому что свойство милосердия, когда оно соединяется с эгоизмом, со свойством земли, оно и дает ту живительную силу земле, эгоистическому свойству, когда из него начинают произрастать уже новые свойства в человеке. То есть нашего эгоизма мало. Нам надо свойства бины, свойства высшего мира получить на себя. Вот книга Зор, в основном, она этим и занимается. Что когда мы начинаем ее изучать, мы притягиваем на себя свойства милосердия. То есть вот сейчас… И вот эти четыре реки, которые спускаются с райского сада на нашу грешную землю, на мои грешные свойства, они начинают меня менять. Из меня начинают произрастать вот эти новые духовные свойства. Постепенно в них растет мудрость, и я начинаю развиваться уже к тому уровню, что в итоге я достигну этого райского сада, этого будущего мира, и стану в нем существовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok